Сейчас я представлю вашему вниманию 10 мощнейших технологий, при помощи которых вы сможете понравиться практически любому человеку и не только в профессиональной деятельности, но и в семье, в знакомстве, в личной жизни, на работе, в общении с начальниками и где угодно. Это абсолютный must-have и то, что я вынес за все 20 лет, пока занимался продажами. И начнем мы с вами с самого интересного, самого замечательного. Это так называемое эмоциональное заражение. Вот здесь вы видите сейчас 10 этих качеств, которые необходимы нам для того, чтобы установить продуктивный контакт с человеком и завоевать его симпатию и доверие. Когда мы с вами говорим об эмоциональном заражении, вы знаете, когда я узнал об этом, это было переворотным элементом вообще в области моей психологии и кардинальным образом поменяло результаты моих деловых встреч. Только одно, это кардинально поменяло результаты моих деловых встреч. Сейчас, когда я приезжаю на переговоры и применяю эту технологию, практически, ну вот сначала, давайте даже 2018 год я возьму, практически конверсия достигла 90%, а я делаю всего лишь одну фишку, о которой я вам сейчас расскажу. Ну давайте так, протестируем. Коллеги, как вы считаете вообще, что это такое может быть? Можно сделать что-то одно, чтобы сразу понравиться другому человеку? Улыбаться. Улыбаться. А что еще? Комплименты. Делать комплименты, поздороваться. Но согласитесь, этого, правда, как-то недостаточно, да? Ну к тому же улыбаться. У нас что, в России принято улыбаться? Если за границей все ходят и улыбаются, у них это принято. Вот представьте, вы заходите с незнакомым человеком в лифт, что вы там делаете? Изучаете руководство по эксплуатации лифта, правда? А не улыбаетесь. Так что это достаточно авантюрная вещь и надо смотреть, конечно. Можно улыбаться или нельзя улыбаться человеку, ну в зависимости от типа ситуации. Хотя вот женщинам можно всем улыбаться, а вот мужчинам надо об этом подумать. Итак, сейчас мы поговорим об эмоциональном заражении. Именно эту технику я применяю на всех деловых переговорах для того, чтобы заручиться симпатией другого человека. Если вы не знали, а наверняка 90% вас этого не знают, потому что для меня это было открытие. Это открытие было буквально совершено несколько лет всего лишь назад. Многие называют это по-разному. Кто-то называет это гормоны доверия. Кто-то называет это эмоциональное заражение. Бехтерев проводил цикл опытов и называл это эмоциональными вирусами. Ну и так далее. Основная суть заключается в том, что при взаимодействии или контакте с другим человеком наше внутреннее состояние, в котором мы с вами находимся, передается нашему оппоненту. Вы согласны с этим? Синдром свадьбы-похорон. Если вы пришли на свадьбу, где все радостные, веселые и замечательные, а у вас настроение не очень хорошее, что произойдет с вашим настроением через 20-30 минут? С большой вероятностью оно поднимется. Если вы пришли на похороны, с большой вероятностью ваше настроение понизится. Кто из вас бывал на переполненных стадионах, коллеги? Берет за душу? Попадаешь под влияние? Это тоже эмоциональное заражение. То есть, смотрите, все люди оказывают на нас эмоциональное влияние. И самое важное, что можем сделать для того, чтобы заручиться доверием другого человека, это внутри быть таким, каким мы хотим, чтобы был наш оппонент. Внутри быть таким, каким мы хотим, чтобы был наш оппонент, коллеги. Если мы сумели настроиться на это состояние, симпатия и доверие этого человека фактически у нас с вами в кармане. И теперь мы переходим к тому, а как же прийти-то в это состояние? Каким образом, если ты расстроен, тебе плохо, ты воспринимаешь этого человека, например, с негативом изначально, настроиться на себя и переломить внутри себя этот вектор с негатива на позитив? Но для начала, почему так происходит? Потому что открытия последних лет говорят о том, что у нас в голове, в мозгу есть так называемые зеркальные нейроны. Вот как раз зеркальные нейроны и перенимают эмоции другого человека, и интерпретируют их в выделении определенных гормонов. А какие гормоны нам помогают? Если при встрече с человеком у него выделяется окситоцин, он начинает нам верить. Если у него выделяется дофамин, ему с нами хорошо. А если у него выделился кортизол или адреналин, то тут уже ожидайте от него подсознательной реакции, которая называется бей-беги. Да-да-да. Вы видели таких людей, с которыми ты начинаешь общаться, и еще ничего не сказал, буквально произнес первые слова, а человек начинает либо убегать, либо агрессивно себя вести в вашу сторону? Он в этом не виноват. Он попал под негативный гормональный фон. У него выделились эти гормоны, которые заставили его защищаться, либо агрессивно на вас реагировать. И сейчас я вам дам эту фишку, которая поможет вам это в себе переломить. Как вы вообще это поняли? На самом деле провели такой эксперимент. Было две крысы, которые друг друга не видели. Одна из этих крыс была в таком помещении, в котором была темная комната и светлая комната. Ну, конечно, крыси на свету не очень хорошо, как вы понимаете. И она пыталась постоянно спрятаться в теме. Но когда в соседнюю комнату посадили другую крысу, и когда та крыса выходила на светлую сторону, ее начинали бить током. И что произошло? Вот та крыса, которая могла выбирать, в какой комнате ей находиться, в светлой или в темной, понимая то, что другую крысу бьют там током, а как она это понимала, было совершенно непонятно, потому что, как я уже сказал, они друг друга не видели. Она переходила на светлую сторону этой комнаты. Она что-то чувствовала, понимаете? Она что-то чувствовала. Так вот эти зеркальные нейроны, они есть в голове каждого из нас. И они интерпретируют эмоции другого человека и начинают у нас и у другого человека выделять те гормоны, на которые мы с вами настроены. Ну и здесь мы как раз переходим к тому, что же делать в этой ситуации, как же нам настроиться на позитивный лад в общении с другими людьми. Здесь мы всегда говорим о чем? О том, что если вам с человеком работать комфортно и хорошо, то у вас проблем нет, правда? Есть такие люди, с которыми вам сразу комфортно. Ну вот вспомните ситуацию, вы приходите на день рождения, вам говорят, садись, это твой друг, например, там незнакомый человек, говорят, садись с ним, его зовут Вася, вы говорите, Вася, привет, здоровайтесь, и у вас с ним сразу прям отношения выстраиваются. И вам с ним комфортно. Вы говорите, Вася, ну что, выпьем? Давай выпьем. А ты сам откуда? Да оттуда. А бывает, вам говорят, знакомься, это Вася, и после этого происходит странная ситуация. Как будто зеркальная стена. Было такое? Точнее, стеклянная стена. И ты сидишь и не знаешь, о чем с ним разговаривать. Погоды стоят, да? А вы откуда? А это некомфортно. Откуда же берется вот этот вот внутренний дискомфорт? Как раз от того, что не совпадают эмоциональные фоны. И нам становится некомфортно с другим человеком. Поэтому, когда мы встречаемся с клиентом, и, например, клиент нам нравится, у нас с ним никаких нет проблем. Но что же делать с теми людьми, которые нам изначально не нравятся? Коллеги, а есть такие клиенты, которые вам изначально не нравятся? Ну, есть, правда? Есть такие люди. Как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы понравиться этому человеку, чтобы этот человек, который вам изначально не нравится, начал вам внутри нравиться? Можно что-то сделать? Что можно сделать? Вот сразу вижу профессионалов продаж. Очень приятно. Провели такой опыт. В одну комнату поместили сто хороших парней. Это были самые лучшие парни. Самые честные, самые добрые, самые ответственные. Просто замечательные. И в эту комнату к ним взяли и подсадили одного козла. Вот примерно такого. Ну, человека козла, да? То есть, который всю жизнь всех обманывал, делал один негатив, ругался. Ну, был самый настоящий козел. И потом взяли девушку, которой сказали, иди зайди в эту комнату, пообщайся с этими ста хорошими парнями и найди среди них козла. Как вы думаете, когда она пообщалась с этими ста хорошими парнями и вышла из этой комнаты, она нашла козла? Козла! Все были козлы. Она нашла козла в этой комнате. Она нашла. Но другой вопрос, что это был не вот этот козел, понимаете? А какой-то другой, которого она сама для себя выбрала. Ей сказали, что козлы существуют. Она взяла этот ярлык козлиности, пошла по этой комнате, нашла человека, который ей не нравится, и повесила на него этот ярлык. Это был ее выбор, коллеги. В вашей жизни есть такие люди, которых вы можете назвать козлами? Есть? А как вы считаете? Их родители считают их за козлов? А их дети считают их за козлов? То есть получается, что мы с вами сами определяем, с кем мы будем работать? С козлом или с классным, замечательным человеком? Мы сами это определяем, коллеги? Получается же так? Получается, что прямо сейчас, после этого тренинга, мы можем работать с каждым клиентом и быть на позитивной волне, и даже если человек нам изначально не нравится, понимать, что ярлык козлиности находится в нашей с вами руках. И мы можем его управлять, правда? Это замечательно. Это тот инсайт, который позволил мне, когда я об этом узнал, работать со всеми клиентами как с самыми лучшими клиентами в моей жизни. А теперь что же делать, если наша внутренняя сущность этому противится? А такое бывает. Мы встретились с человеком, у нас возник некий стереотип внутри о том, что этот человек, например, какой-то не такой или нехороший, да, это наш внутренний стереотип, мы за него зацепились, и наше внутреннее состояние начало испускать вот эти вот негативные гормоны, которые нам не нужны. Что же делать теперь в этой ситуации? Даю вам свой лайфхак. Перед важной встречей с клиентами. Когда мне нужно зайти в кабинет, и я знаю, что там будет сидеть человек, которому мне надо понравиться, что я делаю? В первую очередь я нахожу для своего мозга такие аргументы, которые будут для него убедительными и изменят мое внутреннее состояние к этому человеку. Какие аргументы? Ну я, например, да, прихожу к людям, которые заказывают у меня тренинги. И я думаю о чем? Я думаю о том, что этот человек, во-первых, руководитель, и кормит семьи своих сотрудников. Можно его за это уважать? А то, что человек выделяет деньги на образование своих сотрудников, можно его за это уважать? И я за это начинаю зацепляться. За что вы можете уважать своих клиентов? Вот так вот, искренне. За что? За что вы можете искренне уважать своих клиентов? А я вам скажу, знаете, за что? Вы сами подумаете, да? За что? Но я вам скажу за то, что они могут скоро поменять свой лайфстайл, когда станут пользоваться вашей продукцией. Вы согласны с этим? А могут ли они поменять свою жизнь и начать нормально зарабатывать и быть нормальными, обеспеченными и счастливыми людьми после встречи с вами? Могут? Можно их за это уважать? Вот об этом нужно думать перед встречей с каждым человеком, от которого вы хотите что-то получить. Настройте свой внутренний вектор на эту любовь, на это тепло. Зайдите на встречу с другим человеком, с этим вектором, и он не сможет вам отказать. Это самый большой, самый главный секрет. И еще, удерживайте этот вектор тепла, чтобы не произошло. Да, человек может в отношении вас негативить, но смотрите, если мы с вами посмотрим, из-за чего это происходит, мы с вами увидим, что у него может быть просто плохой день. Правда? Вы же могли попасть просто под горячую руку. Такое могло быть, что в этот день, например, ему жена изменила, он узнал о неизлечимом заболевании, или его уволили с работы, он с вами встретился. Могло быть? Могло. Имеет он право понегативить? Имеет. Имеет? Имеет. Почему нет? Что дальше? У человека могут быть стереотипы. Вот оттуда, из прошлого, из 80-х, из 90-х. Это, кстати, относится к работе со старшим поколением. А какие стереотипы? Что все продавцы будут обманывать. Правда? Вспомните наших родителей. Как они заходят в магазины, как они боятся продавцов. Они не виноваты в этом. В тем, что были времена МММ, властелины, так далее, так далее, так далее. Канадских продавцов, дистрибьюторов и всех остальных, которые обманывали людей. Были такие времена? Были. И этот стереотип, он перевешивает на вас. Знаете, коллеги, я зимой живу за границей. И за границей я не вижу вообще никакого негативного отношения к продавцам. Если у нас для того, чтобы выйти на руководителя, нужно пройти секретаря, слышали, наверное, да? Надо пройти секретаря. Нужно как-то его пробежать, чтобы поговорить с руководителем. Там такого нет. Там люди спокойно звонят и их соединяют с руководителем. Никто не боится продавцов. Мы в этом с вами не виноваты в том, что такие стереотипы у старшего поколения. Но большой плюс, что новая волна, которая сейчас идет, эти люди уже не боятся продавцов. Они открыто ко всему взаимодействуют. И вы можете с таким человеком сразу прийти и ему сказать, я тебе буду продавать и давай расскажу, почему тебе это надо купить. И это будет самый лучший вариант для того, чтобы совершить с ним сделку. И у них сейчас, кстати, денег становится больше и больше, чем у того поколения, с которым мы привыкли работать, с которым я называю напуганным поколением. Также это может быть ошибкой системы. Такое возможно. Коллеги, с ростом любой компании растет количество негативчиков. Вы согласны с этим? Когда я читал Тони Робинсон, кто знает его, да, он писал что? Что когда у него было 100 тысяч подписчиков, с негативом работало 10 человек. Когда у него стало 10 миллионов подписчиков, с негативом работало тысяча человек. То есть, смотрите, с ростом компании растет количество негатива. Нет ни одной компании, у которой нет этого негатива. Согласны со мной? Тем более у такой крупной компании, у которой 3 миллиона сотрудников в мире. Ошибки системы будут. В мире нет идеальных систем. Относитесь к этому как к простой статистике. И вы будете комфортно себя внутри чувствовать. Так, давайте пойдем побыстрее. Ну и также это могут быть хейтеры. Знаете, с хейтерами я работаю очень просто. Я пропускаю это через миссию. Как пропустить это через миссию? Когда мне пишут в интернете, вот, что это за тренер, что это за тренер. Ну то есть хейтер, да, простыми словами. Что я делаю? Я когда-то один раз понял, какая моя миссия в этом мире. Я понял, что моя миссия делать других людей счастливыми. И если человек выбросил, простите за выражение, свою какашку в мой адрес, стал он счастливее от этого? Стал, стал. Он же это для этого и сделал. Избавился от своего кусочка негатива. Согласны с этим? Значит, я выполнил свою миссию. Выполнил. Да, могу быть счастливым? Могу. Это правда как? Я перестал обижаться на то, что мне пишут. Это замечательно. Это очень здорово. И рекомендую вам то же самое и делать. Пропускать это через миссию. И еще я узнал одну очень глубокую вещь. Что люди негативно заряженные, эти люди глубоко несчастны. Почему? Потому что счастливый человек не будет другим людям делать ничего плохого. Согласны с этим? Их можно просто пожалеть. Те, которые говорят вам, что вы продаете плохой продукт, что у вас плохая компания, что вы занимаетесь не тем делом. Пожалейте этого человека. У него просто в жизни были плохие примеры. Понятно? Так, хорошо. Давайте теперь пойдем дальше. Это вот прям цинус. Вот попробуйте. Вы просто увидите, как поменяется ваше отношение с клиентами, и как люди будут вас любить, если вы сможете удерживать положительный вектор при встрече с ними. Что нужно еще знать для установления контакта? Так называемая переговорная позиция. В зависимости от того, где у вас происходит встреча с вашим клиентом, выбирайте правильную тактику вхождения в контакт. Если вы встречаетесь со своим клиентом на территории клиента, то есть вы, например, пришли к нему в офис, то там вы молчите. Почему вы молчите? Дело в том, что в переговорах есть альфа и бета переговорная позиция. Что это такое? Ну, простыми словами, кто первый заговорил, кто-то проиграл. Понятно, да? Если первый к вам кто-то обратился, он уже проиграл. Почему? Потому что, получается, есть такая позиция прощащего. Тот человек, который что-то просит, у него более невыгодная переговорная позиция. И вообще с клиентом вам нужно сделать так, чтобы люди первыми начали вам задавать вопросы или начали с вами разговаривать. Так у вас будет больше шансов на заключение сделки. Поэтому, приехали в чужой офис, там вы молчите и ждете, когда первый человек вам начнет что-то говорить. Ничего не говорите. Зайдите, тихо, поздоровались, и дальше пусть он первый начинает с вами разговаривать. Если происходит встреча на нейтральной территории, к примеру, вы встречаетесь в кафе, в ресторане или в баре, здесь используются технологии, которые называются small talk. Вы заходите на встречу и говорите что-то абстрактное. Ой, такие большие пробки. Или еле запарковался. Ну, что-то абстрактное. Для чего? И дальше молчите, чтобы тот же человек первый начал опять с вами разговаривать и попал в невыгодную переговорную позицию. А если человек приезжает к вам в офис на вашу территорию, здесь вы уже используете метод бабушки. Как бабушка входит в контакт? Представьте, что вы едете с бабушкой в крамвай, сидит напротив вас бабушка и говорит, «Ах, они там все правители, вот нас пенсионеров-то не кормят!» И молчит. Ты сидишь, думаешь, с кем бабка разговаривает. Непонятно, да? Сидит дальше. «Пенсии-то у нас маленькие!» И опять молчит. Ты сидишь, тебе уже неудобно как-то, да? Надо же как-то с бабкой начать говорить, с кем она говорит. И первой начинаешь с ней говорить. И попадаешь в эту переговорную позицию. Тем самым бабушка очень круто взяла тебя и поставила в эту переговорную позицию, потому что первая она контакт не инициировала. Она разговаривала не пойми с кем, а ты на это повелся. Смотрите, что происходит, когда вы приходите, например, начинаете работать с клиентом, который зашел к вам в офис. Многие начинают его сразу накрывать информацией. Коллеги, не нужно. Смотрите, поздоровайтесь, скажите, «Здравствуйте, давайте пройдем, я вам все расскажу, покажу» и молчите. Идите с этим человеком, идите. Пусть он первый инициирует контакт. Дойдите до какой-то точки, опять бросьте какой-то комментарий и ждите, пока этот человек первый станет инициатором контакта. И первый станет у вас что-то спрашивать. Используйте метод бабушки. Вот просто замечательно это сработало, когда я приезжал обучать консультантов, которые продавали недвижимость на Пхукете. Туда прилетали клиенты, они их встречали. Около самолета. Я видел такую историю. Встречали так, «Здравствуйте, приветствую вас в замечательной стране Таиланд, проходите за мной, я ваш консультант, я вам все расскажу, покажу. Это великолепно, ну что вы такие грустные, вы же приехали, отдыхаете, начинайте, расслабляйтесь». Я на это смотрю, говорю, «Вы что делаете? Зачем вы так поступаете? Не нужно так делать». Они говорят, «Да как?» Поздоровился, посадил в автобус, поехал со своим клиентом. И теперь, проезжая какие-то рэперные точки, просто начинаешь комментировать то, что ты проезжаешь. И дальше ждешь, пока первый клиент начнет с тобой разговаривать. Они это все подзаписали. И дальше встречаются с клиентом так. Встречаются с клиентом, говорят, «Здравствуйте, давайте поедем с вами». До курорта ехать 40 минут. Садятся в автобус, едут и говорят, «Вот здесь у нас латексная флантация». И молчат. Проходят еще 10 минут. А вот здесь у нас, смотрите, какая статуя Будды. И молчат. Коллеги, через буквально, вот на вторую бабушку, мы это называем, 80% клиентов сами начинали задавать вопросы. А как что? А как это? И консультанту уже надо было сидеть, знаете, с лицом такого напыщенного боярина, и говорить, «Так, ну что, давайте, что вас интересует? Я вам все расскажу». И он занимал альфа-переговорную позицию. Понятно, что такое метод бабушки? Не навязывайте контакт. Попробуйте, и вы увидите, как люди будут сами первые инициировать контакт и входить в неправильную переговорную позицию. А если они начали что-то вам первое говорить, «Все, вы уже победили, вы выиграли». Следующее. Активное слушание. Раньше у нас был такой стереотип, что хороший продавец – это тот, который умеет много и красиво говорить. Правда же? Я помню, брал продавцов на работу и смотрел, как они жестикулируют, что они говорят и так далее. Вот времена продавцов-говорунов, они ушли. Сейчас профессионалы продаж, все говорят меньше. Или вообще практически ничего не говорят. Или только задают вопросы. Поэтому, коллеги, избавляйтесь от навыка-говоруна. Убирайте свои разговоры. В чем основная проблема тех, кто много говорит? Дело в том, что у нас есть такое заблуждение, что мы считаем, что то, что мы скажем другому человеку, в явном виде дойдет до него. Но люди, они мыслят образами. То есть мы говорим и думаем, что это хорошо, а до другого человека это доходит, что это плохо. Ну, приведу вам пример. Я работал с одной компанией, которая продавала, значит, у них были туры в апартаменты с кухнями. И они преподносили это как уникальное торговое предложение. И вот я смотрел в торговом зале, как сидит консультант, перед ним сидит такая пара, женщина в бриллиантах, мужчина в дорогом костюме с дорогими часами. А он знаете, что говорит? Он смотрит на них и говорит женщине, а вы представляете, вы приедете отдыхать, а у вас там в апартаментах будет кухня! На что женщина представляет себя в резиновых перчатках. Как она моет посуду. И у нее вот такое вот отторжение. То есть смотрите, что произошло. Он-то хотел сказать, что вроде все классно, да? А образ долетел негативный. Вот как в этой ситуации поступать? Профессионалы продаж, что они делают? Они прежде чем сказать какой-то неоднозначный аргумент, у клиента спрашивают, как он к этому относится, а потом только его говорят. Это очень хитрая комбинация. Ну-ка, давайте пример. Я вот недавно проводил тренинг в Челябинске, и мы после тренинга сидим с владельцами компании, и, значит, у нас зашел разговор о том, кому какие фильмы больше всего понравились. Ну и сидят две девушки, которые мне рассказывают, что им нравятся фильмы про любовную любовь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мне, как физику ядерщику, конечно, нравятся фильмы про фантастику и про космос. Я думаю, так, надо им сказать, что мой самый любимый фильм — это «Интерстелла». Я вот думаю, так, сейчас я вставлю, скажу им. А потом думаю, так, Ген, подожди-ка, дай-ка я по технологии активного слушания сначала спрошу, как они к этому фильму относятся. Я говорю, слушайте, а как вам «Интерстелла»? Они говорят, да, ну, какая-то муть сложная. Я говорю, ну, в принципе, да. Зачем мне говорить что-то такое, что не соответствует образом клиента, понимаете, да? Поэтому, если у вас есть спорные аргументы, придержите их и говорите клиенту как вопросы. И тогда у вас будет более качественная продажа, более качественное взаимодействие. Следующее. Не перебивайте своего клиента. Не перебивайте. Дослушивайте его до конца. Когда я убил у себя навык перебивальщика, а знаете, как я это сделал? Это навык, это навык. Вы не можете им управлять. Я стал извиняться за каждое свое перебивание и делал так полтора месяца. Если я кого-то перебивал, я говорю, извините. Перебил, извините. Перебил, извините. И сейчас я уже практически никого не перебиваю. Очень вам рекомендую. После того, как клиент вам что-то скажет, также не спешите что-то сказать ему в ответ. Сделайте небольшую паузу. И вы увидите потрясающую вещь. Вы увидите, что люди, после того, как они закончили говорить, они еще что-то говорят. Я вам серьезно говорю. Это будет для вас открытие. Человек, который закончил говорить, если вы сделаете паузу, он после этого еще будет что-то вам говорить. Попробуйте. Это будет потрясающе. Следующее. Сопереживайте. Ну, это так называемый кивок сальвана. Когда человек что-то говорит, а вы его киваете, подакиваете, эмоционально участвуете в разговоре. Ну, на этом не будем останавливаться. Следующее. Выясняйте потенциал. Когда я работал с компанией Mercedes и посмотрел, как они работают со своими клиентами, а они там, конечно, ну, из штанов лезли для того, чтобы всем понравиться, выявляли потребности, презентовали машины и так далее. Я им сказал только одну вещь. Я им сказал, ребят, давайте я вам скажу одну технологию, которая сразу увеличит у вас продажи. Эта технология была такая. Я им сказал, когда клиент приходит и просит тест-драйв и садится в машину, задайте ему один вопрос. Спросите у него. Вы сегодня, если будут хорошие условия, готовы приобрести машину или пришли просто покататься? Они были в шоке. Но когда они начали задавать этот вопрос клиентам, они увидели, что этот вопрос очень серьезно увеличил их продажу. Почему? Потому что они перестали концентрироваться на клиентах, которые просто пришли покататься и тратить свою энергию. Понимаете, да? А те люди, которые были заинтересованы в приобретении, они более серьезно к ним начали относиться. Поэтому у вас тоже есть наверняка такие вопросы квалификации. Используйте их. Не тратьте свою энергию на клиентов, скажем, которые для вас не будут потенциальными. Современные продажи, коллеги, они стали такими. Дальше. Золотой вопрос. Давайте я вам сразу его скажу. Когда вы общаетесь с другим человеком, внутри себя задавайте этот вопрос. И вы поднимете свои продажи на другой уровень. Вопрос звучит так. Зачем он это говорит? Зачем он это говорит? Зачем он это говорит? Что за этим стоит? К примеру, когда я работал с продавцами премиальной одежды, один продавец мне сказал, он сказал, Виталий, а вот как можно работать с таким возражением клиента, который смотрит брюки, джинсы и говорит, вот я только что вернулся из Майами, и я вот увидел такие же джинсы, они там стоят в два раза дешевле. Вот как мне работать с таким возражением? Коллеги, зачем он это говорит? Как вы думаете? А? Понтуется. Я приехал из Майами. Согласны с этим? И он не хочет, чтобы вы работали с возражением. Он хочет, чтобы вы сказали, а, вы приехали из Майами? Ой, а как там в Майами? Понимаете? Задавайте этот вопрос, зачем он это говорит. И вы будете понимать, что стоит и какие тайные мысли у клиента. Ведь многие люди из-за чего изначально начинают негативить и закрываться. Зачем они это делают? Они делают только из-за того, что они подвержены импульсным покупкам. И они сами это понимают, что они это купят и изначально начинают перед вами закрываться. Понимаете из-за чего? Поэтому, когда клиент с самого начала начал закрываться от вас, это ваш клиент. Это ваш клиент. Вот он пришел. Радуйтесь, когда клиент с самого начала закрывается. Значит, он подвержен импульсным покупкам. Итак, двигаемся дальше. Дальше. Общности. Коллеги, это просто замечательно, если вы при общении с клиентом смогли найти что-то общее и уникальное, что есть у вас и у него. Одно время я работал тейковером. Кто такой тейковер? Это человек, который закрывает контракты на большие суммы после работы менеджера. То есть менеджеры продавали клиентам, поднимали руку, звали меня, я подходил за стол, и моя задача была поднять стоимость чека. И если менеджеры узнавали за столом, что клиент как-то связан с наукой, они говорили, сейчас мы позовем с вами менеджера, Виталия, который закончил МИФИ, отучился в аспирантуре и является физиком-ядерушиком по образованию. Как вы думаете, количество сделок у меня было больше с такими клиентами? Конечно, я заходил, все, мы люди науки, люди мне сразу верили. Поэтому, если вы нашли что-то общее со своим клиентом, обязательно это подчеркните и скажите, да, мы с тобой одной крови. Это может быть хобби, образование, работа, статус, знакомые, увлечения и еще. Запомните, история провала. Это просто потрясающе. Если вы покажете своему клиенту или расскажете ему в диалоге, что вы, как и он, начинали с низов, понимаете, да, у вас же, как я понимаю, есть ваши группы, с которыми вы работаете. Так вот, когда вы работаете с новым человеком, расскажите ему, что вы были таким же, как он, что у вас в жизни были неудачи, что у вас были провалы, что у вас не было денег. И это будет огонь для создания доверия между вами и ним. И он увидит свой личный пример в отношении вас и пойдет по этому пути. Поэтому запомните, истории провала. Это очень круто создает контракт. Следующее, подстройка. Я не буду говорить ничего об отзеркаливании. Почему? Потому что отзеркаливание клиента это навык, и его надо вырабатывать. Вы не можете, естественно, зеркалить другого человека. Иначе это будет выглядеть неестественно и не способствовать контакту. Согласны с этим? Мы поговорим с вами о том, что мы можем сделать просто для того, чтобы улучшить с клиентом взаимодействие. Мы можем разговаривать с ним на той же скорости. Можем на той же скорости разговаривать. С медленно-медленно, с быстрым-быстро. Кстати, знаете, как работать с клиентом, который говорит, так, давай быстро рассказывай, у меня 5 минут. Есть такие у вас? Так, давай быстренько мне все расскажите, у меня 5 минут, у меня времени нет. Вы говорите, все, вас понял, сейчас быстро вам все расскажу, хорошо, хорошо, и дальше рассказывайте, как обычный. Самый простой способ. Следующее. Подстраиваемся по манере общения и по словарным оборотам. Слушайте то, что клиент говорит, и говорите такие же словарные обороты, как и он. С интеллигентом интеллигентные, да, например, с человеком неинтеллигентным, неинтеллигентные. То есть говорите на его языке, и так же вы будете с ним устанавливать контакт. Ну а вот это вот, это просто бомба контакта. Это просто бомба контакта. Почему? Потому что, коллеги, когда мы работали и занимались продажей недвижимости, у нас была какая задача? Первые 30 минут в общении с клиентом мы не должны были ему презентовать объект. Мы должны были в эти 30 минут найти одну из так называемых горячих тем и сделать так, чтобы клиент на эту горячую тему начал выговариваться. Потому что у него тогда выделится сумасшедшая энергия. И я вам даю здесь список горячих тем, на которых горят люди. Если вы в разговоре со своим клиентом одну из этих тем зацепили, ну то есть, к примеру, зацепили детей, и клиент вам начал разговаривать. Он начал что-то рассказывать о своих детях. Как вы считаете, утеплит это контакт? Сколько у нас энергии выделяется, когда мы говорим о своих детях? Правда? Если мы говорим о домашних животных, это просто потрясающе. Если вы попали в одну из этих горячих тем, и клиент зажегся, культивируйте эту тему. Дайте клиенту выговориться по ней по полной. И он будет любить вас всю свою жизнь. Запомните эти горячие темы. Мы даже строили технологии и вопросы, как спросить клиента про продукт, но залезть в горячую тему. Даже вот до чего мы доходили. То есть, например, задавая в туризме вопрос клиенту, каким составом вы выезжаете за границу, если клиенты говорили, что, например, мы и дети. Следующий вопрос был такой. Ой, а сколько детям лет? Семь лет. Ой, а ваши дети что, в школу пошли в этом году? Понимаете, да, что такое? Восстановление контакта, культивация горячей темы. Это очень крутая фишка. Если вы об этом не знали, попробуйте. Если такую копнете горячую тему, все, доверие у вас в кармане. Следующее. Запрос совета. Коллеги, мы все с вами очень хотим быть умными, правда? И значимыми для других людей. Это же просто как бальзам на душу для нас. Согласны с этим? Поэтому, если у вас есть такая возможность, клиент где-то эксперт или профессионал, и вы можете у него спросить у этого клиента какого-то совета, для того, чтобы он вам посоветовал, как вам лучше поступить в той области, в которой он очень хорошо разбирается, у этого клиента выделится необходимая нам энергия контакта. И вы будете ему нравиться. Я помню, когда-то я работал с компанией, которая занималась деревообрабатывающей продукцией. Первое, что я сделал на переговорах, когда туда приехал и разговаривал с владельцами этой компании, я им сказал о том, что недавно купил дом. Это было действительно так. И мы обсуждали постройку бани на территории участка. И я ему об этом сказал. И сказал, подскажите, а из чего мне лучше построить эту баню? Дальше знаете, что произошло? Половина времени наших переговоров он с горящими глазами рассказывал мне, из чего и как нужно строить баню. Конечно, там было все куплено и было все подписано, что мне нужно. Поэтому, коллеги, если у вас есть такая возможность спросить совет у другого человека в какой-то теме, в которой он хорошо разбирается, обязательно сделайте это. И этот человек будет вас любить и уважать. Также спросите ему, чем ему помочь? Что вы можете для него сделать? Этот вопрос тоже очень люди любят и от него выделяется энергия. Вопрос, что мы можем улучшить для того, чтобы вместе больше заработать? Я не знаю, задаете ли вы вопрос своим подчиненным? Если бы я работал, я бы задавал этот вопрос каждый день. Ребята, что мы можем улучшить, чтобы вместе заработать? Что мы можем сделать для того, чтобы вместе достичь результата? Я бы спрашивал их об этом постоянно. Ну и, конечно, обратная связь. Скажите честно, что вы видите во мне из того, что я могу в себе улучшить? Только люди могут нам подсказать, как мы можем себя реализовать в этом мире. Так, давайте пойдем дальше. Коллеги, интересно то, что я рассказываю? Спасибо большое. Это просто я это все проживал, я это все внедрял, интегрировал. И я знаю, что это просто работает как бомба. Это просто бомба. То, что если вы начнете это использовать в своей работе, вы значительно повысите результаты. Кто здесь, коллеги? Не бойтесь. Самый позитивный человек в мире, правда? Теперь мы с вами поговорим о нашем внутреннем позитиве. Вот каких людей мы любим? Правда же, что мы с вами любим людей легких, согласны с этим? Нам не нужны люди, которые навешивают на нас свои проблемы, рассказывают о нам о своих болезнях, о своих трагедиях, которые вносят в нашу жизнь какой-то негатив. Мы хотим встречаться с людьми легкими и позитивными, а как правило приходится встречаться, и человек начинает переносить свой негатив на тебя и перевешивать на тебя свои негативные паттерны. Да многие из вас и сами это делают, того не замечая. Почему-то мы считаем, что поделиться своим негативом это самое интересное, что может быть в общении между двумя людьми. Но это не так. Мы любим людей легких и позитивных. У каждого куча своих собственных проблем. Вы согласны с этим? Так почему же мы постоянно перебрасываем их на других людей? Никогда не делайте это. Но, кстати, здесь, что очень важно, как вообще быть положительно или позитивно заряженным? Можем ли мы контролировать свои эмоции, коллеги? Можем? Ну, это потрясающе. А мысли свои можем контролировать? Вы можете не думать о белой обезьяне сейчас? Коллеги, забудьте. Вы не можете контролировать свои мысли и не можете контролировать свои эмоции. Наш мозг генерирует мысли, потому что это электрический импульс. Он возникает сам в нашей голове. И за ним уже следует эмоция. Негативные эмоции возникают от наших негативных мыслей. Согласны с этим? Негативные мысли, получая негативные эмоции. Позитивные мысли, получая позитивные эмоции. Так вот, мы с вами не можем противодействовать возникновению негативных мыслей в нашей голове, но мы можем их отслеживать, отслеживать их возникновение. И о них не думать. Чувствуете, что где-то жизнь поменялась у кого-то? Мы можем отслеживать появление мыслей негативных в нашей голове, а о них не думать. У одного мудреца спросили, почему вы такой счастливый человек? Ведь у вас столько врагов. А я о них не думаю. Понимаете? Я о них не думаю. Вам не обязательно брать тот негатив, который на вас вливают другие люди. Тут еще, кстати, одна очень классная история, которая мне позволяет не принимать на свое сердце негатив у других людей. Один мудрец сидел в состоянии спокойствия, и воин хотел вывести из этого состояния баланса, и пытался его всячески задеть. Обзывал его, забрасывал, кричал на него, обзывал его родственников, а тот сохранял свое полное спокойствие. И у него не получилось вывести его из состояния равновесия. И когда у него спросили его ученики, как он смог сохранить самообладание, он сказал, вы знаете, когда вам дарят подарок, а вы отказываетесь от этого подарка, у кого остается этот подарок? У кого, коллеги? У того, кто дарил. Правда? А зачем мы тогда берем этот подарок у другого человека, пусть его негатив останется у него? Пусть он сам с ним живет. Зачем нам брать этот негативный подарок? Правда? Человек вам говорит, что это плохое в вашем адресе, ваш адрес, пожалуйста, оставьте этот подарок ему самому. Пусть он дальше с ним ходит. Этот подарок никак не должен влиять на ваше внутреннее самообладание. И здесь мы говорим о такой вещи, которая называется отложенная жизнь. Можете вы прямо сейчас, сегодня здесь, все стать счастливыми в этот момент? Можете? Можете. Мы можем. Мы, да. Нам вчера, когда объявили, где будет консеренция. Все уже стали счастливыми. Это замечательно, коллеги. Правда же? Ведь нам для счастья ничего не нужно. Нам важно, чтобы наши близкие не болели, и мы не болели. Все. А все остальное у нас есть. Когда вам будет чего-то не хватать для счастья, вспоминайте этого парня, который катается на серфе. И думайте об этом. И этого, поверьте, вам будет достаточно для того, чтобы сохранять свое самообладание. Итак, что нам еще поможет на этом пути для того, чтобы транслировать этот позитив? Нам понадобится подчеркивание успехов, которые были на вашем пути. И говорите с другим человеком о его успехах. Это самое важное. Если человек что-то сделал, поддержите его и скажите, что это очень хорошо, что вы приняли такое решение. Пусть это решение кажется неоднозначным. На самом деле ни одно из решений, мы не знаем, оно будет положительным или негативным в долгосрочной перспективе. Согласны с этим? Муж с женой расстались. Сначала это может быть, например, какой-то трагедией. Но потом они нашли любовь всей своей жизни, и вот уже негативная ситуация превратилась в счастье. Это просто потрясающе. Делайте комплименты. Давайте дам вам один лайфхак, как делать правильно комплименты так, чтобы человеку было приятно, и это не выглядело сайльно. Не делайте комплимент самому человеку. Делайте комплимент его окружению. Какой у вас красивый офис, какая у вас классная машина, какой у вас хороший пиджак, ну и так далее. Какой у вас замечательный сайт. Делайте комплимент окружению, и этот будет комплимент работать, и он не будет сайльным. Это потрясающая вещь. Уберите советы и критику. Коллеги, никто не любит, когда им советуют что-то и критикуют. Разговаривая с другими людьми, оставьте это на потом. Когда у вас будут с человеком уже близкие отношения, да, тогда вы можете это включать для того, чтобы лучше достигать каких-то совместных целей. Но на начальном этапе взаимодействия не делайте этого. Не критикуйте и не учите других людей, как им жить. Тем самым вы изгортите первый контакт и первое впечатление с другим человеком. Ну и, конечно, уместный юмор. Но для этого, как говорится, чувство юмора, оно должно просто быть. Но я что делал? Я всегда заготавливал шутки. И у меня всегда были шутки, заготовленные, которые хорошо проходили на аудитории. И вы тоже подумайте и посмотрите. Если у вас плохо с чувством юмора, заготовьте пару таких шуток и включите их в диалог. Итак, следующее. Что нам позволит выглядеть в глазах другого человека, профессионала? И этот человек будет нам доверять. Это наша экспертность. Если мы с вами эксперты в своей области, и человек это видит, то он сразу пропитывается доверием к нам. Итак, что нам нужно для того, чтобы быть экспертом и профессионалом? Ну, первое. Это, конечно, безусловное знание своего продукта. Второе. Нам нужно знать рынок и аналоги. Согласны с этим, что люди сравнивают? Посмотрите, что сейчас произошло. У нас общество потребителей превратилось в общество выбирателей. Никто ничего не потребляет. Все только выбирают. Товаров огромное количество. Если вы профессионал в своей области, вы должны знать не только свой продукт, но знать, что происходит на рынке у ваших конкурентов. Знание трендов, к чему все идет. Что будет в будущем с этой индустрией. Что будет в будущем с вашей компанией. Что будет в будущем со своими клиентами. Ну и, конечно, знание психологии продажи. Но об этом мы с вами еще поговорим. Следующее. Экспертный контент. Знаете, какой один вопрос я задаю на тренингах, чтобы выявить, насколько профессионально та компания, в которой я пришел проводить тренинг? Этот вопрос звучит так. Я спрашиваю, поднимите руки те, кто подписаны на экспертные ресурсы в вашей области продаж. Поднимите руки, кто подписан на экспертные ресурсы в вашей области продаж. Самым лучшим решением моей жизни, одним из самых лучших, давайте так, решением моей жизни было, знаете, какое решение? Когда я вычистил свою ленту с людьми, которых я не знаю. И на каждый пятый пост, шестым постом у меня приходит какая-то развивающая информация. То есть для меня это просто вот такой стретч. В фейсбуке или в инстаграме у меня на каждой пять постов про моих друзей есть обязательно экспертный пост, который я обязательно читаю. Если у вас не так, обязательно прямо сегодня поменяйте это. Сделайте таким образом, чтобы ваша лента из лента развивательной превратилась в ленту познавательную, которая будет вас развивать и улучшать ваши компетенции. Следующее, чему верят, это артефакты успеха. Но понятно, что если у вас есть машина, вы ездите на Мальдивы и можете показать, что вы успешны в какой-то области, вам больше доверия как эксперты. Следующая информация инсайд. У вас должна быть какая-то информация, которую вы расскажете клиенту, и у него случится инсайд. Чтобы он подумал, вау, как круто, я об этом не думал. К примеру, работая в туризме, мы рассказывали клиентам о том, что для маленьких детей есть такие беруши, которые вставляются детям в ушки, чтобы они не кричали на взлете и нападении, которые стравливают воздух. Это же классный инсайд, правда? Найдите что-то такое, что есть у вас, не говорите об этом клиентам. Следующее, технологичность. Ну, конечно, вам надо разбираться в вайперах, в ватсапах, в инстаграмах, в CRM-системах и так далее, так далее, так далее, так далее. Только тогда вы будете экспертом. Следующее, это кейсы. У вас должна быть подборка своих кейсов и тех людей, которых вы привели к успеху. Лучше всего продает именно это. Покажите людям, тех людей, которых вы привели к успеху. Что с ними было и что с ними стало. И вам не смогут отказать. Ну и следующее, это опыт. Опыт, он приходит с годами. Ну что же, мы переходим с вами к последней, наверное, самой важной теме. Потому что именно это воздействует на наше внутреннее состояние. Именно это делает наше внутреннее самообладание и внешнюю трансляцию положительной и позитивной. У нас у всех в голове есть три основных вектора. Вектора, которые называются «я думаю», «я говорю» и «я делаю». Если у вас эти три вектора направлены в одну сторону, вам хорошо, вы счастливы. И у вас будет внутреннее спокойствие. Если эти вектора пришли в диссонанс, то в этом случае ваша внутренняя трансляция будет негативной. Ну давайте приведу такой пример. Что это за вектора? Ну, к примеру, я думаю, что люблю свою жену, сплю с любовницей, да, делаю, а говорю всем, что я гей. Вот это солянка, да? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть если вы, например, думаете, что находитесь не на своем месте, делаете работу, которая не является вашей работой, и ваши вектора направлены в разные стороны, рано это или поздно приведет к внутреннему выгоранию. Думайте о том, как совместить эти вектора и направить их в одну сторону. Я вам расскажу, как это сделать, кстати. Подождите. Слава главный сюрприз будет в конце. Следующее. Квадрат веры. Когда вы занимаетесь продажами, вы должны верить в четыре основные вещи. Первое. Это вера в себя. Веря в то, что вы можете достичь в этой области высочайших результатов. Коллеги, вы верите в то, что мы с вами мыслями можем каким-то образом воздействовать на трансформацию нашего будущего? Да. Правильно. Потому что 10 лет назад еще все сомневались. Многие говорили, ой, судьба, моя судьбинушка, как предначертано, так и будет. Сейчас все это понимают. И есть опыты, которые это доказывают. Например, есть прайминг, когда старикам говорят, что они, например, ну и физиологический возраст на 20 лет меньше. Они приходят и начинают на 15% лучше выполнять нормативы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть давайте времени очень мало, не буду останавливаться. Но то, что мы держим в своей голове, если мы направлены на результат, этот результат у нас с вами обязательно случится и будет. Следующее, это вера в свою профессию, в свое ремесло, которым вы занимаетесь. Коллеги, вы занимаетесь самым замечательным и самым важным делом в этой жизни. Вы работаете именно в той миссии, которая дает людям тепло. В той миссии, которая делает других людей счастливыми. Не деньги делают нас счастливыми, а когда мы что-то отдаем этому обществу. И у вас есть возможность это отдавать. И это замечательно. Также надо верить в свой продукт. И здесь я задаю всего лишь один вопрос. Как вы считаете, есть ли вообще плохие продукты? Есть плохие продукты для продажи? Абсолютно верно. Не существует плохих продуктов. Если что-то продается, это хорошо. Для какой-то определенной целевой аудитории. Согласны с этим? Кто-то говорит, что Макдональдс это плохо, а кто-то говорит, что Макдональдс это радость жизни. Вот и все. Вот и закон продуктов. Ну и теперь вера в компанию. У вас потрясающая компания. Огромная компания, в которую просто невозможно не верить, и которой просто невозможно не гордиться. Но я бы хотел сейчас вам рассказать о той маленькой компании, которая есть внутри каждого из вас. И ваша компания маленькая, она не называется Арифлейм. Она называется Светлана Иванова, Петр Петров. Ваша маленькая компания называется вашим именем, который у вас есть. И сейчас в вашей маленькой компании работает несколько человек, которыми вы руководите. У вас там работает маленький бухгалтер, который считает зарплату. У вас там работает маленький директор, который принимает решение, с какой компанией работать по договору. Вы согласны с этим? Что вы можете сделать для того, чтобы развивать свою маленькую компанию, коллеги? Вкладывать. Если вы хотите развить компанию, вы должны туда что-то вкладывать. Что вы можете вложить? Знания, опыт, саморазвитие. Все правильно. А теперь смотрите. Есть ли у вас проблемы с верой? А я думаю, что у многих они есть, эти проблемы с верой. Я давно в продажах, и я знаю, что это такое. Вы должны понимать, что вера – это не перманентная составляющая. Она не бывает всегда положительной и позитивной. Она подвержена взлетам и спадам. Это вера. Она связана с нашими эмоциями. Но что делать для того, чтобы поднять свою веру, и для того, чтобы она падала, но только тогда, когда мы сами этого захотим? Назовите мне, коллеги, тех людей, у которых вообще нет никаких проблем с верой. Кто это? Роботы. Так, вы, хорошо. Роботы. Роботы. Людей. У каких людей, у каких профессий, у каких должностей, у кого нет проблем с верой вообще никаких? У кого? Священник. У священника? Да. Роботы. Я вам скажу, у кого. У президентов, у академиков, у известных ученых. У тех людей, которые достигли самых больших высот в своей жизни. Согласны с этим? Да. У них нет никаких проблем с верой. Что их отличает от нас? Что их отличает от нас, коллеги? Вера. Их отличает от нас высокая компетентность. Если вы высококомпетентный человек в своей области, у вас никогда не будет никаких проблем с верой. Когда 15 лет назад я начинал вести тренинги, у мою веру бултыхало, как самолет в грозе. Тем ли я занимаюсь, правильно ли я делаю, умею ли я что-то говорить, ценно ли то, что я доношу людям. Сейчас у меня нет ни единой капли сомнений в своем деле. И с моей верой вообще нет никаких проблем. Потому что я повысил свою компетентность до максимума. Чего я вам, коллеги, и желаю повысить свою компетентность, повышайте свою компетентность, развивайте ее. И вы будете счастливым человеком. И у вас никогда не будет никаких проблем с верой. А для того, чтобы вы могли еще легче это сделать, повысить свою компетентность, я вам дам от себя небольшой подарок. Для того, чтобы вам было проще, я дам вам свой бесплатный курс, который вы сможете просто взять и пройти вот по этой ссылке. Это абсолютно бесплатно, коллеги, это для вас. 21 урок по продажам. Пользуйтесь этим курсом. Берите его. И повышайте свою компетентность. Если вы устоите на пути этого курса и 21 день прослушаете эти видео уроки, вы выйдете оттуда успешным человеком в своей области. И больше ничто вас не сможет остановить. Спасибо вам большое, коллеги. Повышайте свою компетентность. Спасибо, Виталий. Ваши аплодисменты, Виталий Голицын. Спасибо большое. Спасибо.